Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события в студии Андрей Горгуленко. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары, коротко о некоторых темах. Санитарно-эпидемиологические меры снова ужесточаются. В регионе растет число заболевших коронавирусом. Кто оказался в лидерах, а кто в аутсайдерах. Аналитики рассказали, как будут восстанавливаться различные отрасли экономики. Оплатил счета вовремя, получи скидку в аптеке. Компания РКС проводит акцию для добросовестных абонентов. В Самарской области снова устанавливают санитарно-эпидемиологические меры и контроль за соблюдением масочного режима. Особое внимание будут уделять местам большого скопления людей – общественному транспорту и торговым центрам, которые должны работать с учетом требований Роспотребнадзора. За сутки в регионе зарегистрировали еще 121 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией. Какие меры обязаны соблюдать магазины, чтобы не допустить распространения инфекции, выяснила Лариса Шалафаст. Рабочий день управляющий магазином по продаже товаров здорового питания Андрей Долгов начинает с уборки. Тщательно протирает поверхности, до которых дотрагивается сам и покупатели. Также соблюдает и масочный режим. Я и сам в маске, и прошу покупателей, кто без маски, также прошу одеть маску в любом случае. Особые предписания Роспотребнадзора обязаны соблюдать все торговые центры города. На входе для посетителей должны быть санитайзеры, маски и перчатки, а также объявления, призывающие ими воспользоваться. И, конечно, специальная разметка для соблюдения социальной дистанции, как в этом торговом центре. Кроме того, должна регулярно проводиться уборка и обработка поверхностей специальными средствами. Ежечасно проводится оповещение о необходимости соблюдения требований, напоминание о том, что такие мероприятия здесь проводятся. В первую очередь, конечно, это связано с покупателями, которым мы настоятельно рекомендуем пользоваться все средства гигиены ради сохранения и своего здоровья, и здоровья окружающих. Из-за роста заболеваемости гриппом, пневмонией и ОРВИ с 14 сентября в регионе усилили контроль за соблюдением масочного режима. Согласно постановлению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, соблюдение всех санитарно-эпидемических мер является обязательным в общественных местах, включая общественный транспорт. Нарушителям грозит штраф от 1 до 30 тысяч рублей. Для предпринимателей сумма штрафов еще выше. В усиленном режиме в Самаре обрабатывают подъезды, детские и спортивные площадки, парки и общественные пространства. Сколько средств уже израсходовали и какой запас имеется, выяснил Сергей Кизоркин. Раствор хлора безопасен для человека и животных, но смертелен для вирусов и бактерий. Вот уже полгода его распыляют в Самаре, там, где ступает нога горожанина. Ежедневно спецбригады обрабатывают подъезды жилых домов, от дверных ручек и почтовых ящиков до перил и лифтов. В бассейне хлорку используют там, да, она уже, скажем так, проверенное средство, да, и самое эффективное. Поэтому она выветривается через какое-то время, убивая все микроорганизмы. Сейчас хлорку никто, сам хлор непосредственно, в чистом виде никто не использует, а используют хлористые. То есть они, это состав с меньшим концентрацией хлора, поэтому тоже испаряются довольно быстро, как бы не нанося вреда здоровью организму. То есть там допустимая норма. Мобильные бригады дезинфекторов работают по всему городу. Обработке подлежат и дворы, детские и спортплощадки, скамейки и урны. Районы власти следят за работами круглосуточно. Подтверждается актом с подписью обязательно жителя непосредственного дома и выкладывается в соответствующую группу, где администрация производит ежедневный контроль. У нас есть создана группа в администрации, где поступают обращения жителей. Мы с ними, соответственно, сразу разбираемся и указываем управляющим компаниям или другим организациям, управляющим, о недопустимости данных действий. Не стоит волноваться самарцам и за свое здоровье в парках и в скверах. Там тоже ведется война с COVID-19 ежедневно. По времени на каждой зависимости от парка уходит от одного до двух часов. Стараемся проводить обработку в утренние часы, пока посетители минимальное количество. С 31 марта, когда было объявлено первое у нас постановление губернатора о ограничениях по поводу пандемии, санитарная обработка всего города, общественных пространств, УДС, то есть дорожной сети, она осуществлялась постоянно и не прекращалась ни на один день. Запас как минимум на 10 дней вперед. 11 парков Самары и набережную обрабатывают ежедневно, если позволяют погодные условия. Не оставляют без внимания и скверы. Их в городе 139. За полгода пандемии их дезинфицируют уже в девятый раз. Санобработку проводят и на улицах Самары, причем уже по 11 кругу. С учетом санитарно-эпидемиологической обстановки, темпы и объемы работ по дезинфекции городских пространств в ближайшее время снижать не планируется. В Самаре по-прежнему действует режим повышенной готовности. И следует соблюдать ограничительные меры, надевать маски и стараться по возможности соблюдать необходимую дистанцию, особенно находясь в общественных местах. Сергей Кизоркин, Николай Епифанов, События. В самарских школах и детских садах проходит вакцинация от сезонных заболеваний. Детям делают прививки против гриппа и ОРВИ. Процедуру проводят только с согласия родителей. Подробности в нашем следующем репортаже. Сохранить здоровье и предупредить болезнь. В образовательных учреждениях Самары полным ходом идет прививочная кампания. Родители учеников школы номер 176 относятся к процедуре с пониманием. И в большинстве своем отправляют детей на вакцинацию. В этом году очень успешно проходит эта кампания. Но, наверное, люди сами стали понимать, что вакцинация – это очень важный аспект жизни каждой семьи и, тем более, безопасности наших детей. За пять дней в школе номер 176 привили уже более 300 учеников. Медики используют высокоэффективную отечественную вакцину, которая борется с тремя видами гриппа. Она вызывает выработку антител в организме, которые защищают, заставляют иммунитет работать. И, значит, иммунитет срабатывает, и дети защищены от этой инфекции. Или, во всяком случае, они перенесут намного легче эту инфекцию, от которой мы делаем прививки. Дети, которые учатся в 176-й школе, рассуждают о прививках как взрослые. По их мнению, пройти вакцинацию должен каждый. Чтобы обезопасить себя и свой организм от вируса, от заболеваний и от гриппа. Прививочная кампания проходит и в детских садах. Родители дают согласие на проведение прививок в условиях детского сада. Кто не дает согласия, идут в поликлинику и к своему врачу делают прививку. Малыши из детского сада прививок вовсе не боятся. Преодолеть страх перед дверями медицинского кабинета им помогают врачи. Мы пытаемся задавать вопросы, чтобы отличить ребенка от основной нашей темы, как говорится, от прививки. Спрашиваем, сколько лет там, как настроение, как зовут. Все в таком темпе проходит. Вакцинация в школах и детских садах Самары продлится до конца сентября. Чтобы ребенку сделали прививку от гриппа и РВИ, родителям достаточно просто дать согласие на эту процедуру. Анатолий Головко, Николай Сидоров. События. Идут с опережением графика. На улице Арцебушевской приступили к комплексному ремонту участка от переулка Тургенева до Льва Толстого, который должны были начать в следующем году. Работу выполняют по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Что успеют сделать до наступления холодов, выяснила наша съемочная группа. Маленький погрузчик с бетоном ловко маневрирует между бригадами, которые устанавливают новые бордюры. Этот бетон используется как своеобразный клей для камней весом почти 100 килограммов. Чтобы не расколоть их, рабочие выравнивают бордюр с помощью молоточка с резиновыми чехлами. Когда эту работу закончат, на Арцебушевской, на литературном участке от переулка Тургенева до улицы Льва Толстого, уложат верхний слой асфальта на проезжей части и выполнят ремонт тротуара. Гарантия составит 5 лет. Вместо асфальта литературы выпадают. Это удобно. И по эксплуатации удобно, и красиво, самое главное. Жители соседних домов ждут завершения всех работ с нетерпением. Надо, надо, конечно, чё же. Это понятно. По-хорошему ходить хорошо. Лучше, чем по колдобинам. Комплексный ремонт улицы Арцебушевской выполняют по нацпроекту безопасные и качественные автомобильные дороги. Работу разделили на два этапа. В этом году изначально было запланировано, что в порядок приведут только дорожное покрытие между трамвайными рельсами. Но подрядчик ускорил темпы и начал выполнять работы из объема следующего года. При этом качество не страдает. Контроль на всех этапах организуется заказчиком, департаментом городского хозяйства и его профильным подведомственным учреждением. Параллельно качество проверяют надзорные органы, в том числе прокуратура. Приемка работы и контроль за применением материалов, в том числе температуру асфальтобетонной смеси и другими характеристиками, ведется в полосуточном режиме. Отбирается асфальтобетонная смесь при выполнении работ. Также после выполнения работы отбирается керна с асфальтобетонного покрытия. В следующем году на средства дорожного нацпроекта комплексно отремонтируют улицу на всем ее протяжении, до полевой. Это почти 2,5 километра. Обновят дорожное полотно и тротуары, установят новые бордюры, усилят основание проезжей части. По контракту отремонтируют инженерные коммуникации, благоустроят газоны. По согласованию с ГИБДД установят пешеходные ограждения, заменят светофоры и дорожные знаки. Появится и новая разметка. Отремонтируют имеющиеся въезды и парковки. Дополнительные парковочные места будут делать по мере технических возможностей. Андрей Горгуленко, Григорий Плешаков, Николай Епифанов. События. Эксперты озвучили прогноз выздоровления российской экономики. В Минфине предложили увеличить акцизы на табачную продукцию. А работодатели назвали топ лучших характеристик соискателей. Обо всем подробнее расскажем в рубрике «Новости экономики». Здравствуйте, это «Новости экономики». Расскажу о них я, Светлана Кудрявцева. Около трех лет понадобится российской экономике, чтобы полностью восстановиться после кризиса, вызванного пандемией и ограничительными мерами, считают эксперты Агентства национальной кредитной рейтинги. Темпы роста ВВП в 2021 году составят 2-3%, после спада на 5-6% в 2020. А ключевая ставка Центробанка к концу текущего года стабилизируется на уровне не ниже 4%, что незначительно выше ожидаемой по итогам года инфляции. Аналитики разделили 23 отрасли экономики на 5 категорий в зависимости от динамики выручки во время кризиса и после него. При этом каждую группу сравнили с животными и даже моллюсками, обитающими на территории России. Например, машиностроение, добыча угля, авиаперевозки и коммерческую недвижимость, на которые приходится более 5% российского ВВП, отнесли к категории улиток. Им потребуется более 5 лет на восстановление. Нефть и газы, добыча, транспорт, строительство жилья, черная металлургия, непродовольственная розница и производство удобрений вносят наибольший вклад в российскую экономику – 22% ВВП. Они, по прогнозам аналитиков, остановятся в период от 3 до 5 лет. Это зубры. Электроэнергетика, строительство инфраструктуры, производство стройматериалов и нефтепродуктов, а также торговля – это барсюки. Они формируют практически 17% ВВП страны, восстановятся в течение двух лет. Продовольственная розница, цветная металлургия, добыча металлических руд и телекоммуникации суммарно составляют 6% ВВП. Это категория лошади. Даже в кризис они сохранили свой рост. Категория леопарды показывает рост от 5 до 10% даже в период пандемии. Речь идет о сельском хозяйстве, пищевой промышленности, фармацевтике и производстве пластмассовых и резиновых изделий. Они занимают 5,6% ВВП страны. В Минфине предложили увеличить акциз на табачную продукцию на 20% в следующем году. Об этом пишет РБК. Проект поправок в налоговый кодекс уже одобрили на комиссии по законодательной деятельности. Внеплановое повышение акцизов позволит обеспечить выполнение социальных обязательств государства в условиях сложной экономической ситуации. Опрошенные изданием эксперты уверены, что такое увеличение приведет к росту цен на сигареты минимум на 20 рублей за пачку. Средняя цена таким образом вырастет до 140 рублей. Из-за этого рынок ждет роста нелегального табака. Работодатели назвали навыки, которые помогают сохранить конкурентоспособность на рынке. 62% руководителей, как выяснили в рекрутинговых компаниях, считают приоритетным навыком стратегическое мышление. 57% называют необходимым навык убеждения, а 47% умение хорошо ладить с людьми и работать в команде. Как говорят сами работодатели, программы лидерства помогают повысить конкурентоспособность менеджеров высшего звена и организации в целом, а также удержать ценные кадры и сформировать из них золотой резерв компании. Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 17 сентября, 74 рубля 93 копейки. Американская валюта снизилась на 26 копеек. Курс евро 88 рублей 86 копеек. Европейская валюта потеряла 50 копеек. А вот черное золото в последние несколько дней показывает рост. Стоимость нефти марки «Брент» на 14 часов 16 сентября – 41 доллар и 40 центов за баррель. На этом пока все. Оставайтесь с нами и будьте в курсе. Выборы местного самоуправления признали легитимными. Представители общественной палаты Самарской области подвели итоги наблюдения за ходом голосования. Незначительные нарушения все-таки были. Какие именно – расскажет в сюжете Елена Малютина. За процессом голосования все три дня, когда проходили выборы местного самоуправления, следили 317 наблюдателей от общественной палаты Самарской области. Они прошли обучение и владеют всеми необходимыми навыками. В целом оценка соблюдения всех правил и норм голосования позитивная. Избирателям на входе выдавали средства индивидуальной защиты. Во время голосования соблюдалась секретность. Подсчитали голоса без нарушений. Но незначительные недостатки в работе членов избирательной комиссии все-таки были выявлены. Девочка, 18 лет, молодая женщина, девушка, впервые голосует, приходит голосовать на избирательный участок в Советском районе, 33-31. Видит, что против ее фамилии уже, а как, вы проголосовали. Что выясняется? Была мама. И человек, который дает член комиссии и бюллететь, показал мне ту строчку. Мама расписалась вместо дочки. Вот это все выяснилось. Но, тем не менее, это, конечно, есть недоработка члена избиркома. Надо быть внимательным. На 60 избирательных участках в Самаре, Жигулевске и в Ставропольском районе на выборах работали мобильные группы. Это позволило подготовить объективную оценку. Сведения о нарушениях представителей общественной палаты размещали на карте национального общественного мониторинга. Туда направили 36 разъяснений, комментариев и информационных сообщений. Самарская область выглядит достойно и анализ обращений со стороны разных участников избирательного процесса показывает, что особых оснований беспокоиться за качество результата у нас нет. Всего за процессом голосования следили около пяти тысяч наблюдателей. Елена Малютина, Константин Головин. События. Подумать об оплате счетов и о собственном здоровье. Компания РКС Самара проводит акцию для добросовестных абонентов и всех, кто хочет избавиться от долгов с пользой. В сентябре самарцы могут обменять оплаченные квитанции за воду на льготы в аптеке и сэкономить, таким образом, на необходимых лекарствах. В клиентских центрах уже начали выдавать акционные купоны. Светлана Кудрявцева узнала, кто может рассчитывать на бонусы. Алена Ледовских оплачивает счета за холодную воду регулярно и не купит долги. В этот раз внесла средства заранее, чтобы поучаствовать в акции РКС Самара. Всем добросовестным абонентам в сентябре компания дарит купоны, которые дают право на льготы в одной из самарских аптечных сетей. Как говорит Алена, теперь ее бабушка сможет сэкономить на лекарствах. Оплата все равно будет производиться, все равно я оплачу. Какая разница, когда сейчас или в октябре месяце. Но зато получила купон, он нужен для моей бабушки. РКС очень часто акции проводит. Я всегда в них участвую. Это приятно. Поучаствовать в осенней акции могут и те, кто задолжал за холодное водоснабжение или водоотведение. Для этого нужно погасить все долги и предъявить оплаченные квитанции в Центре обслуживания клиентов, где и расскажут об условиях акции. Осень, зима – это традиционные вирусы, традиционно приобретаемые витамины, какие-то там дополнительные средства защиты. В том числе сейчас актуальны очень маски. Масочный режим у нас сохраняется. Поэтому я думаю, что это очень актуально для абонентов. И возможность сэкономить в такой непростой период – это всегда положительно для семейного бюджета. Прийти в аптеку с купоном от РКС «Самара» и приобрести актуальные для сезона ОРВИ гриппа лекарства можно до конца сентября. Светлана Кудрявцева, Сергей Баскин. События. Во время пандемии, когда работа многих предприятий переходит в режим онлайн, особенно важно защитить свои персональные данные. В Самаре прошли международные соревнования в области информационной безопасности «Волга-CTF». Лучшие IT-специалисты не только из России, но и из других стран боролись за победу. Такие конкурсы помогают подготовить специалистов не только для органов исполнительной власти, но и для частных предприятий и для армии. С участниками познакомилась наша съемочная группа. Участник соревнований Андрей Романов вместе со своей командой «Пикселс» приехал побороться за победу прямо из армии. Пятая научная рота, в которой он служит срочником, участвует в конкурсе «Волга-CTF» каждый год. Андрей рассказывает, больше всего его увлекает Java-разработкой и веб-программирование. После института он оказался в армии, где продолжает решать задачи, связанные с информационной безопасностью. Особенность нашей команды в том, что каждый год наш состав меняется, передавая опыт из поколения в поколение. На самом деле это очень серьезное развитие. То есть до этого я совершенно не участвовал в CTF, очень много чего нового узнал, большой опыт. И помимо этого это очень интересно, это объединяет как команду. В пятой научной роте служат инженеры и программисты. Министерство обороны перед военнослужащими ставит различные задачи, которые требуют не только навыков написания кодов, но и расчетов математических моделей построения. Военнослужащие создают 3D-модели, на основе которых потом можно построить настоящее устройство. Я изначально знал, что наша научная рота участвует в таких подобных соревнованиях очень много. И наш командир, он проводил отбор тех, кто поедет на это соревнование. Так у меня был уже опыт участия в подобных соревнованиях в Москве, в других городах, в том числе онлайн зарубежных, в CTF. Поэтому я получил такую возможность сюда попасть. Соревнования для IT-специалистов проходят при поддержке правительства Самарской области. С переходом на удаленную работу во время пандемии коронавируса вопрос информационной безопасности становится одним из самых актуальных. Конкурс помогает подготовить кадры для цифровой экономики, как для коммерческих структур, так и для органов исполнительной власти и для армии, которые смогут решать задачу эффективной работы в удаленном формате. Информационная безопасность является одним из кругольных камней информационных технологий. Почему? Потому что все IT это так или иначе данные, которые являются предметом достаточно повышенного внимания со стороны различных, в том числе и не со всех добросовестных структур людей и так далее. И утечка данной информации может привести, в принципе, к достаточно фатальным последствиям. Почему? Потому что, по сути, представьте, что любая ваша информация о вас становится доступна третьему лицу. На кону денежный приз. Для его получения участники должны собрать как можно больше флагов. Это комбинация символов, которые являются правильным ответом на задачу. Флаг вбивается в систему, и команда получает очки. Конкурс «Волга-Сити-Ф» проходит в Самарской области в десятый раз. Участников много. Они приехали из российских городов, таких как Москва, Казань и Санкт-Петербург. Что касается зарубежных IT-специалистов, то они из-за пандемии в этом году соревнуются онлайн. За победу борются представители Германии, Канады, Австрии, Тайване и Португалии. Виктория Шарая. События. Благодарственные письма от областного Минспорта получили самарские боксеры, которые стали обладателями Кубка России. Награды вручал заместитель председателя правительства Самарской области Александр Фетисов. Через что пришлось пройти чемпионом, чтобы подняться на вершину пьедестала почета, расскажет Сергей Кизоркин. Деревенский парень из Оренбургской области Владимир Маркелов по спортивным меркам начал заниматься боксом поздно. Впервые он пришел в спортивный зал в 15 лет. Переехав в Самару, продолжил тренироваться. Учебу и занятия спортом удалось совмещать. И везде Владимир добился успехов. У него два высших образования и два Кубка России. Очередную высшую награду страны мастер спорта завоевал в Ижевске. Именно финальный поединок Владимира Маркелова против Сергея Колчугина из ЦФО и принес победу команде Приволжского федерального округа. Как говорится, талантливый человек, талантлив во всем. Поэтому приходится успевать и поучиться, и потренироваться. Ну, на самом деле, кто-то говорит старики, но, кажется, в любом возрасте можно на самом деле. Это все так, отговорки, что поздно. Если хотеть, если есть желание, то в любом возрасте можно тренироваться и показывать результаты. На этот раз самарским боксерам выиграть Кубок России было непросто. Основные соперники – члены сборной страны. От этого спортивный трофей, добытый на ринге в этом году, ценнее в несколько раз, заметил ветеран букса, чемпион мира самарец Василий Шишов. Он смотрел бои на спортивной арене в Ижевске, где проходили соревнования. Три бой мы как бы немножечко проигрывали, и как бы это самое, ну, не по себе, неприятно. И потом у нас такой перелом пошел, 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 потом это Муцелханов выиграл. А счет делает 5-4, мы выиграем. И Володя Маркел выходит, а боксер-то хороший, международники. То, что боксер Маркел, он еще бьет, тот падает, ему считают, мы выиграли 6-4. За сборную Приволжского федерального округа, кроме Владимира Маркелова, сражались Тамерлан Казиев и Розиуан Мазихов. За победу на Кубке страны по боксу они и их тренеры получили от областного Минспорта благодарственные письма. Поздравил чемпионов и заместитель председателя правительства Самарской области Александр Фетисов. Конечно, спортивным должен быть учитель, должен быть тренер. И очень здорово, что удалось в нашей области в очень трудные годы, когда всем видам спорта было нелегко, и боксу, конечно же, сохранить, тренерский состав, который воспитывал мальчишек и подводил к таким результатам. И, конечно же, эти победы для нас важны с точки зрения популяризации не только бокса, но и спорта в целом. За первое место сборная команда ПФО получила 7 миллионов рублей, но расслабляться некогда. Впереди у обладателей Кубка страны чемпионат России. Победа на нем дает право стать кандидатом в национальную сборную. А это перспектива попасть на Олимпиаду, о чем и мечтают самарские звезды бокса. Сергей Кизоркин, Константин Головин. События. На этом наш выпуск завершен. Будьте здоровы. Всего вам самого доброго. Редактор субтитров А.Семкин